Илита Арксплюй Продакшн представляет Сохранение игры Игра сохраняется автоматически, когда вы достигаете очередного этапа в развитии сюжета Однако не забывайте сохранять игру самостоятельно Мир бедьмака кишит хищниками, кровожадными, чудищами, разбойниками и полон иных бесчисленных опасностей Я испугался Еще меня просили во время диалогов меньше говорить, хорошо, я с вами согласен Сохраняем игру И идем А, здесь у нас торговец, помните, которого мы спасли от этого От Грифона, помните? Вот он, здесь Вот и снова увиделись Благодарю за спасение, без вас мне бы конец пришел Люди всякое болтают о ведьмаках А я всегда говорил, это ремесло порядочное Вижу, товары ты сберег Теперь жду, пока починят повозку Время идет, убытки растут Не нужно ли вам что-нибудь? Отдам за полцены? Так, за полцены Это интересно Давайте посмотрим, что у него есть Это все, что у меня есть? У меня есть Броня очень хорошая, но нужен четвертый уровень Четвертый, у меня первый Она стоит 230 Что у нас здесь едой? Это что такое у нас? Ускоряет восстановление энергии Энергии, не здоровье, энергии, правильно я понимаю? Это разные вещи Как мне кажется Хорошо 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 Ну давайте купим пока Потом оденем Береги себя Кстати, он сказал за полцены Ну что-то слишком дорого за полцены Я купил за сколько там? За 230, по-моему, монет Она сколько стоит? 460? 500? Фига здесь цены в игре Ужас Мы будем выполнять Все возможные миссии Обязательно Так Нам сейчас нужно куда-то идти Мы идем К страже, правильно я понимаю? Где задание? Текущее задание На тап Ага Ой, как далеко Да ладно Ну хорошо Пойдемте Нужна будет нам лошадка Нет, почему-то лошадка не бежит Пойдемте Я надеюсь, меня хорошо слышно Потому что я очень громко слышу игру Очень громко Ну поехали Вот, значит, за какие пироги Наше первое полноценное задание Путь-дорогу Очень красивый вид Ну как обычно, да В Скайриме тоже разные фермы Каждый занят своим делом Но погода, конечно, очень жесть Как там бежать? Вот Давайте по-быстренькому добежим Нет, не туда Получается, лошадь Она бежит не просто, да На задание Она Ну когда мы жмем два раза на шив Там очень быстрый бег Она бежит именно по дороге То есть есть тропинка Она по ней бежит самостоятельно Сейчас я лошадью не управляю Она сама бежит по тропинке Так, тихо Медальон дрожит Это вместо силы Вместо силы, говоришь? Тебя можно осмотреть? Тебя нельзя осмотреть Ладно Ну, желательно собирать Всякую фигню А, растения Так, там что-нибудь есть у нас? Нет, ничего нет Давайте быстренько осмотримся Самое главное Ничего не упускать Еще раз говорю, я буду Игру проходить досконально Все миссии выполню Все, что можно, соберу Так, меч А, здесь спит вечным сном Какой-то мужик Умер бездетным Во свете лет Ну, понятно, короче Ну, какой-то полез Хорош, хорош Вандализм Вандализм начинается Так, оружие нельзя взять Правильно я понимаю? Он, по-моему, деревянный меч Ладно, пострать Смотрим, что она здесь есть Давайте соберем траву Всякую разную По дорожке Видите, чем славится Ведьмак? Ведьмак Алхимия Я понимаю, там, да Играли в Скайрим Там тоже есть Алхимия Но многие даже Не заморачивались О, началось Многие не заморачивались Но в Ведьмаке Такое не пройдет Здесь нужно использовать Алхимию Опасность Число слева От шкалы здоровья Противника Показывает уровень Вашего врага Если число красное Или рядом с ним Появляется значок черепа Ваш враг Значительно сильнее вас А где враг? Я его не вижу Отсюда Ну ладно В таком случае Имеет смысл Оступить Чтобы раздобыть Более подходящее Снаряжение И набрать Несколько уровней А затем Продолжить бой Так Насколько я помню Это Да, это призрак Там написано, что это призрак У нас для призраков Есть первый скилл Это ловушка Я говорю Я здесь немножко подальше Проходил Чтобы все изучить И я изучил Самое главное Поверьте мне Я изучил Ведьмака Первый скилл Ловушку Мы используем Всегда против призрака Потому что Типа Эта ловушка Она снимает бафы И ослабляет призраков То есть мы Когда бьем Там сильнее урон наносится И всякие плюшки снимаются Попадите ко мне Иди сюда Ну давай, братьюня На, пес О, какой я слабенький-то Ой, как я слабо бью Мне реально слабо Что-то мне кажется Я здесь рановато Не хватает энергии На ловушку В ведьмаке еще Видите, есть Два вида оружия Стальной меньше серебряный Серебряный Это против Духов всяких разных Так, сейчас, секундочку Ну Тварь попала Думал, не попадет ни разу Серебряный против Духов там Существ О, как больно, да? Убери говно Это свое Тихо, тихо, тихо Отвлекаюсь Остальной против Живых существ Типа волк Человек Еще раз Не отвлекаемся На, пес Делаю сильный удар Так же На самом деле Где-то Легкий Враг Ага Все, исчезло Легкий враг В первую очередь Потому что она Телепортируется Делает комбинацию И потом убегает Все, профит Это место силы Отсюда Изливается Магия Магия Так, зажмите Чтобы Зачерпнуть силу Мы получили Одно очко умений Вы заработали Очко умений Братюня Мощь знака Игни увеличена Игни Это, по-моему, что у нас Это огонь, да? По-моему Да Огонь Но здесь Я против призрака Нет Магическая ловушка Против призрака Я буду использовать Все-таки Вот этот вот Ирдан Подожди, братья У меня Куда ты пошел? Да подожди ты Вот, все Так, мы получили Одно очко умений Понимаете, да? Нажимаем F5 Окей, AB Нажимаем Ну, я буду всегда Заходить через И Мне так удобнее Через Снаряжение А потом переключаться Буду Развитие персонажа Уровни Получив определенное число Очков опыта Герой получает Следующий уровень Очки опыта Начисляются за Убийство чудищ И выполнение заданий Ну, понятно Это я уже все знаю Здесь у нас Их можно Разосходовать На определенный Ну, понятно Это я все знаю В чем суть? Да, вот у нас есть Разные классы Это оружие Знаки Алхимия Умения Мутагены Здесь вот мы можем Выбирать плюшки Выберите умения Которые хотите развить И щелкните мышкой Так У нас есть Одно очко умений Память тела Увеличивает урон От быстрых атак Мы можем выбрать Или это Или развивать знаки Ну, алхимия Немножко не мое Мы будем делать Зелье Но не знаю Буду ли я Развивать Ажки навыков Алхимии Это у нас Что? Это просто умение Да? Восстановление здоровья Максимальный уровень здоровья Ну, у нас сейчас 3500 Будет 4 Ну, полезно Но, я думаю Не настолько О, каждый элемент Легкого доспеха Увеличивает шанс Критического удара На 25 А это интересно Смотрите Легкого доспеха Доспех Подождите Значит, это точно Надо выбрать То есть, как я понял Здесь можно Да, здесь можно Выбрать Три варианта доспехов Или средние Легкие Или тяжелые То есть, нужно еще Буду выбрать В каких доспехах Мы будем ходить Здесь мы можем Выбрать Увлечение урона От быстрых атак На 5% Это, кстати, очень мало Сейчас у меня Урона Серебряного меча 152 А будет сколько? 160 А вот Мне интересно Вот Магическая ловушка Увеличивает Так, подожди Подожди Наносит урон Замедляя всех врагов В радиусе Хорошая, кстати, способность Но это пока рано Ладно, начнем тогда С малого Выбираем Мы можем, короче Изучать Определенные навыки Да, и их нужно Ставить в ячейки Чтобы они были Активны Это плюс Ведьмака Насколько я помню Не точно, но по-моему Здесь максимальный уровень 60 У нас сейчас первый уровень То есть Мне кажется Я не знаю точно Но на 60 Уровне У нас все Здесь будет Изучено До конца И так задумано Когда вы все это выучили Ну не факт Может быть не все Можно выучить Но если вы все это выучили Чтобы вы могли В любой момент Взять И поставить Нужные навыки Понимаете Вот в чем плюс Ни в одной игре Такого не видел Также можно дальше Развивать данную способность Видите Здесь уровень 1 из 5 Ладно Идем дальше Сейчас мы увеличили Урон С быстрой атаки Я чаще всего Играю через быструю атаку Не люблю сильные удары Мечом Хорошо Что у нас здесь У нас здесь Есть дверь Объекты Которые можно разрушить Отмечены этим значком Понятно Все То есть мы можем Сломать Или оружие Или использовать способность Ау Удар такой У нас нету энергии То есть ловушки не будет Ну ладно Так вот Я рассказывал про мечи Есть стальной меч Есть серебряный меч А И самое главное Знаете Когда я начинал играть Я думал Что надо будет вытаскивать Постоянный меч Для какой-то конкретной ситуации Нет Нет Он сам Вытаскивает Перед дракой Меч Нужный меч Смотрите Сейчас он сам вытащит Я ничего не буду делать Видите Он вытащил серебряный меч Потому что это не живое существо Так Это наша подруга Седьмой уровень Да Ты крутая Не мат Ловушку прокачать Она будет потом Это отнимать здоровье Это вообще шикарно Тихо Тихо Ох ты Тихо Братюня Опа Опа Тихо Опа Опа На самом деле Здесь сложно Драться Здесь Ограниченное пространство Оооо Вот вы видели Да В чем сложность Ой Да Пригорела Жопень Пригорела Минус этого призрака Вот вы видели Он оказался Позади меня И я не смог отойти Я просто не смог Все Ну ничего страшного Сразу в бой То есть желательно Чтобы она нас Это Как бы не блокировала Сейчас она меня заблочила Я не мог отойти Ну это знаете как Исключение Давай дурак Я убью Заметьте Видите у нее Красный уровень То есть этот Враг Он гораздо сильнее Нашего героя Но Я не хочу уходить Там Прокачиваться Зачем Мы ее убьем Фарь тупай Мы ее убьем Ко мне Бейб Вот Очень опасно Было На О да Запашок Победы Также в этой игре У нас есть Факел Нажимаем Опа Красава Красава Немножко Здесь перестало У меня лагать Были маленькие Лаги Я просто сейчас Сделал Видеокарту На максимум Все что можно Выжимает Бедная Моя Видеокарта Там Один Гбайт Памяти Она такая Старенькая Но Тащить Ведьмака Ну ладно Давайте мы посмотрим Что у нас здесь Это сокровища Не застать Здесь должны быть Плюхи у нас Хорошие Потихонечку Рассматриваем Поднимаем Поднимаем Все что Можно Игру Эта игра Шедевр Лучше этой игры В РПГ Я не видел Здесь очень много Можно делать Очень много Рецептов Поэтому надо Все поднимать Что потом Не искать По продавцам И так далее Хорошо Вот у нас Так У нас здесь есть Меч И тупой Топор Допустим Здесь у нас Что Но потом Посмотрим Еще одна Особенность В этой игре Все Найденные Вещи Подсвечиваются То есть Вы открываете Снаряжение И вы знаете Какие вещи Вы последний раз Подобрали Профит Великолепная Особенность Молодцы Так Новое Задание Снаряжение Школы Змеи Это хорошо Чертежи Предметов Это я все знаю Мы можем Относить Ремесленникам Чертежи И они будут Делать нам Оружие При этом Есть два вида Ремесленников Кто делает Оружие И тот делает Доспехи То есть Там не один Мужик Делает Все подряд Давайте Быстренько Рассмотрим Все забрал Самое главное Никогда Не пропускать Всякие Предметы В этой игре Проверяем Досконально Фак Его можно не поджигать Смысла нет Насколько я понял Здесь факел Бесконечный Наверное Ну это правильно Я считаю Нахрена Заморачиваться С этим факелом Так здесь у нас Грибы Давайте возьмем Быстренько Раз они здесь Лежат Точно ничего Нету Смотрим Все хорошо Да Все Идем дальше Идем дальше Опять же Огромный плюс Это Ведьмачье чутье Шикарная тема Магия Это место силы Кстати опять Зачерпнем энергию Видите Мы как бы Получили Первый раз За это уровень А потом Мы можем Использовать И получать Баф Увеличение Ну мощности Заклинания Например Вот сейчас Знак Игни Это огненная Тема Вот он Игни Ту Фаер Ой Ой извините Ляюсь Не туда стрельнул Хорошо Идем дальше Мы убили Призрака Это очень хорошо Все Здесь Я территорию Зачистил на Миллион Процентов Миллион Ладно Не буду слезать За грибами Пойдемте дальше Что то у нас Красное Здесь Отображается Подождите Не могу понять Что Не совсем Понимаю Что такое Красное Вот видите На радаре Прямо Подо мной Красное Пятно Не совсем Понимаю Что это Ну Все 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 Ладно Поехали Сейчас Когда мы Подъедем Я посмотрю Что мы Подобрали Давай Быстрее Братья Быстрее А это Кто Я думал Он меня Бьет Лель Ну Здесь еще Минус Что иногда Лошадь Застревает Поехали Ладно Пошла Пошла Так Впереди У нас Враги Я вижу Врагов Ага Волки Мы можем Подбежать К стражникам Да и они Помогут нам Они будут Драться с волками Смотрите Сейчас Он сам Достанет Оружие Стальной Меч О Видите Стальной Я ничего не жал Ты че Псина Так Что у меня Здесь по способностям Можно использовать Огонь Давайте Все таки Сделаем Ловушку Попробуем Ну Замедляется Согласен Ты че Ты че Ты че Ты че Ты че Ааа Больно Асак Ладно На самом деле Уши Против них Использовать огонь Уши Всегда Использовать огонь И только Наверное Пока Для этих Только Для Привидений Использовать Ловушку Потому что Ловушка Она Просто Замедляет Тупо И все Но потом Она будет Наносить урон Самое главное Это шикарно Так там еще Это Дальность увеличивается Вы понимаете Дальность Ловушки Это очень жесткий Бафф Да подохни Уже Дура Да ты Что ж Такая Мразь Сейчас Рванет Понятно Так Также На радаре Отображается Где Остался Лут То есть Мы кого то убили Видите На радаре Крестики Красные Это значит Что убитое существо, но мы еще не подобрали предметы. Опять огромный плюс игре. Очень удобно. Кстати, здесь сырое мясо. Его, наверное, можно жарить. Но я не знаю, как его жарить. Потом попробуем пожарить. Самое главное, ничего не пропускать. Пока все подбираем, потом откроем инвентарь и посмотрим. Самый легкий способ, чем читать все это. Вот, вы видим... Ой. Мы видим, что много плюшек. Ну, как же без этого? Давай. Все, да? Что это? А, это у нас... А! А, я думал, он подбирает деревяшки. Типа, бочка взорвалась, он деревяшки подбирает. Ладно. Поехали. Пес, ко мне, быстро. Скушаем хлеб, побежали. Побежали дальше. Фух, великолепная игра. Я говорю, затягивает только так. Можно прыгнуть с лошади. Вот так. Фу! Все, мы типа приехали. Ничего интересного нету, да, у нас? Ты говоришь со мной? Нет. Ладно, пойдемте наверх. Не, реально, вообще лагов ноль. Помогло это. То есть, у кого будет лагать игра, просто настройки видеокарты все на максимум. Полная производительность. Здесь наш... Это... А, все. Потом покажу. Военный лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятностей. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Капитан Петер Саарк Винлеве сейчас в башне. За воротами направо. Значит, вы можете по-хорошему? У него ко мне дело. Не такие уж вы черные страшные. Когда хотите, умеете быть вежливыми. Не привыкай, Нордлинг. В башню. В башню. Но сначала я пойду в эту сторону. Давайте здесь все залутаем. Здесь можно подобрать? Нет, нельзя. Ладно. В этой игре тоже есть кража. То есть вы не можете брать на глазах у других людей. Ну, можно сделать вот так вот. У-у-у-у! Здесь у нас есть плюшечки. Такие мечи. Я просто до сюда уже доходил. Проверял. Хорошо. Туда мы не прыгнем. Ну, давайте сейчас быстренько глянем, что у нас есть. Нет, чуть позже глянем. Скоро будет момент истины. Я надеюсь, что я не упаду. Ну-ка, подождите. О! Хорош. Я дебил. Ладно, поехали. Вот у нас сундук есть интересненький. Ой, все, все. Видите, ругаются, ругаются, ругаются. Спокойно, мужики, спокойно. Хорошо, мы нашли ремесленника. Ремесленники. Ремесленники могут изготовить для вас самые разнообразные предметы. Конечно, не совсем бесплатно. Кузнецы куют оружие, броники делают доспехи. Если вы найдете чертеж, отнесите его ремесленнику соответствующей специальностью и уровнем мастерства, чтобы он изготовил для вас соответствующий предмет. Так точно, ваше превосходительство. Пароль. Не знаю никакого пароля. И значит, вы здесь просто так ходите? Интересно, зачем? Имперские мечи считать? В армии таких на эшафот отправляют. А таких, которые торгуют казенным имуществом. Ха-ха-ха. Вижу, в товарах вы понимаете. Так может, что прикупите? Так, покажи мне свои товары. Ну, давайте посмотрим, что у него есть. Покажи мне свой товар. Нам нужно многое продавать. И не продавать. Вот, мы нашли хорошую, кстати, броню, которая лучше, чем у нас. Хороший меч нашли, смотрите. Стальной меч. Окей. Перчатки нашли хорошие. А, это мы купили, да. Четвертый уровень. У нас только первый уровень. Вот, я вам говорил, подсвечивается. Видите значок? Что здесь есть предмет, который мы не смотрели последний раз. Это у нас мясо подбирали. Потом мы подобрали уголь. Ну, это все понятно. Это нам сейчас все не нужно. Надо будет, кстати, прочитать все книжки. Ну, хорошо. Давайте сначала тогда быстренько оденемся. Оружие. Плюс 9. Сейчас быстренько... О, не туда, не туда, не туда. Потом послушаем. Бывай. Сейчас быстренько оденемся. А, он только говорит нам, чтобы мы прочитали. Я не помню, мы это читали или нет. По-моему, это читали. Милый друг, прости, что по прошествии двух лет не задаю тебе вопросов о жизни и здоровье. Но, время не терпит. У меня важные известия. Нам надо встретиться как можно скорее. Отправляйся туда-то, кому-то и не щади коней. Хотя я и жду с нетерпением этой встречи, я не могу ждать долго. Твоя милая подруга. ПС, единорог по-прежнему у меня. Хорошо, ладно. Давайте ближе к делу. У нас есть накидка хорошая. Лучше, чем у нас. Одеваем ту, у которой больше прочность. У этой 67 прочность. Здесь еще хорошие перчатки. Лучше, чем у нас. Окей. Оружие. Плюс 8. Это хорошо. Стальное оружие. То есть против людей. Также здесь еще есть магический эффект. Получение адреналина. Допустим. Ага. Ну все. Здесь нам уже нечего девать. Давайте быстренько прочитаем книжку. Все, прочитал. Здесь на самом деле нет смысла читать книги. Никакого нет смысла. Просто открывать их, чтобы вам давали задание. Ой. Мы что-то подобрали. Вы шпионить или... Покажи мне свой товар. Давай это сейчас быстренько продадим. Все лишнее. Это нам же не надо, не надо. Опять цены вообще нулевые. То есть этот меч стоит 9 монет. 9 монет. Хотя я покупал куртку за 250, по-моему, 230. Ладно, это продаем. Продаем, продаем. Это мы оставляем. Дальше. Ну, само собой, я не советую продавать инди-гредиенты. В самых крайних случаях. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, что у нас здесь есть? Создание предметов. Это ремесло. Это я сейчас знаю. То есть нам, как я уже говорил, ремесленник может что-то создать. Кто-то оружие, кто-то доспехи, кто-то там материалы, компоненты. Этот может создавать оружие. Вот, что нам нужно. Вот, наверное, одно из самых лучших оружий в начале игры. Месть школы змеи. Вот вы видите. По сравнению с моим оружием, здесь плюс 35 к урону и всякие плюхи. Нам нужен яд. И два слитка серебра. Это очень дорого. Вот тяжело достать слиток серебра. Ну-ка, давайте попробуем. Яд нужен. Тебе есть яд? Да, да, да. Я это уже знаю, братюня. Я подготовился. Так, яда нет у него. Яд. И слитка серебра у него тоже нету. Есть просто пыль, да, у него. Серебро компонент. Слиток стали не то. Давайте попробуем сделать слиток серебра. Не, у нас здесь вообще мало что есть. Прах нет. Железная руда. Ну и всякая фигня. Слиток стали. Нам нужна не сталь. Слиток серебра нам надо, правильно я понимаю? Ну вот, у нас есть задача. Слиток серебра и один яд. Ну ладно, пошлите дальше. Рано мы пришли. Рано. У нас даже нету материалов. Так, давайте дальше быстренько сбегаем. Что у нас здесь еще есть? Можно улучшить оружие. То есть точильный станок. Он улучшает на время. Просто тупо баф. Опа. Все, появился у меня баф. То же самое можно с броней. Да, видите, они тоже суммируются, эти бафы. То есть они могут совместно работать. Улучшается опять на время. То есть оружие улучшается и броня на 15 минут всего лишь. Никакой еды ты от меня не получишь. Может что-нибудь здесь интересное есть? Настоящий ведьма. Батя мне не поверит. Нам записаться не хочешь, Норлин? Ладно, пойдемте. Вот мы видим, что по задаче нужно подниматься в эту... Ну не вышку, в это здание, короче говоря. А, также нужно убрать бег по умолчанию. Вообще, он ужасно бегает. То есть неудобно управлять. Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете, ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе, ваше превосходительство? Крестьянин я. Так и давай говорить, как мужик с мужиком. Сколько сможете дать? Сорок корцов. Было и больше, только наши, то есть темерцы, раньше уже забрали и... Дадите 30, уже хорошо. Ну, по рукам. Скоро жду транспорт. Благодарю. Покорнейше благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли. Краснолюда. Ты для него высоковат. Так, сейчас, подождите. В логике тебе не откажешь. В логике. У него ты тоже будешь что-то конфисковать? В логике тебе не откажешь. Геральт из Ривии, ведьмак. Вадгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Янифер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Ты все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся Грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. Грифон? Ну, конечно, мы убьем его. Интересная задача. Опять же, опыт, уровень и так далее. По рукам. По рукам. Но прежде чем я начну, пара вопросов. Ты знаешь, где у Грифона логово? Сперва он держался возле лисьего бора. Я послал туда патруль пятерых молодых ребят. Два дня спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если б не бляхи. С тех пор Грифон нападает, где попало. В деревне, на полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? Я должен найти одну траву. Мне нужно больше сведений о Грифоне. Для приманки мне нужна одна травка, крушина. Грифон почует ее запах за десять миль. Кру... крушина? Впервые слышал. А я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Нет, сперва были поговорки. Например, не играй с огнем. Загляни к Тамире. Это травница. Живет на распутье, и она тебе поможет. Ну и второе сразу. Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привезти? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни, у самого леса. Полезный человек. Хотя и странный. Ну все, мы узнали, что хотели. Тамира и мыслов. Спасибо. Эс зон в яктор. То есть мы к нему пришли, чтобы узнать, где наша девушка. А он сказал... Ну, пропусти. Сейчас, секундочку. Сейчас все звуки пройдут. Он сказал, типа, окажешь мне услугу, я скажу, куда она. Пошла. Давайте быстренько сейчас залутаем. И все, на этом закончим. Руда, подождите. А, это, наверное, не та руда. Видите, мы прямо перед ним лутаем. Ему посрать. Так, а что это было, подождите? А, типа там существа, да? Угу. Ну ладно, давайте мы на этом закончим. Потом пойдем в путь, в дорогу. Будем потихонечку собирать, пробовать этот меч. Как много кто говорит, а подождите, заткнитесь. Будем собирать данный меч. Нам там нужно найти два слитка и один яд. Ну, я думаю, ничего страшного. Тем более мы пойдем к травнице. Там она-то... У нее есть алхимия, всякие зелья и так далее. Ну, всем спасибо за просмотр. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал. Вступи в нашу группу.